Как мы и договаривались, Мария Федоровна, не волнуемся. И первые суточки немножко надо будет поберечься, не встал. Москвичка Мария Федоровна Буланова готовится к эндопротезированию коленного сустава. Для нее это уже вторая подобная операция. Два с половиной года назад ей прооперировали одну ногу. Но спустя время появилась хромота и боль в другой. И она, не раздумывая, обратилась за помощью в РКБ. Наши врачи делают прекрасные эти операции по замене суставов. Я пришла к тому же врачу, которому я с удовольствием не иду. Но я с доверием таким, спокойно иду на эту операцию. Операции по эндопротезированию суставов относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Эти дорогостоящие и сложные хирургические манипуляции проводятся в РКБ бесплатно по квоте не только жителям Ленинского городского округа, но и пациентам из других городов России. За последние три месяца здесь сделали уже более 30 подобных операций. Операция длится порядка двух с половиной часов, два с половиной часа, в зависимости от сложности. Потому что не бывает одинаковых пациентов, не бывает одинаковых ситуаций в операционной. Операцию Марии Федоровне проводит лично главный врач в РКБ Бутай Бутаев. Уже на следующий день ей разрешат вставать. Эндопротезирование подразумевает раннюю реабилитацию. А весь реабилитационный период занимает два-два с половиной месяца. Именно тот период, в течение которого происходит интеграция костной ткани в установленный имплант. Поэтому в течение этого времени нужно давать дозированную нагрузку. В больнице пациенты находятся в течение недели. После приезжают снять швы на 12-14 сутки. В дальнейшем такие пациенты наблюдаются в амбулаториях. Там же могут делаться перевязки, снятие швов. Всегда всех своих пациентов мы этапно наблюдаем. Как говорят медики, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Своевременное обращение к врачам и правильно назначенное консервативное лечение часто помогает избежать операции. Ну а если хирургического вмешательства не избежать, знайте, высококлассные специалисты в РКБ помогут встать на ноги. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ.